Хз как так вышло, но уже после того, как я скинул ролик на компьютер, я обнаружил, что снял только половину своего лица, то есть не влез весь в кадр, поэтому я навставляю каких-нибудь отдельно снятых футажей. Вы уж, ребят, не обессудьте, надеюсь, простите меня за такой вот проступок, но по новой снимать не хочу. В последние дни мои ролики выходят довольно редко, и я в этом себя абсолютно не виню. Дело в том, что, видимо, я стал настоящим королем, если вы понимаете, о чем я. Я сомневаюсь, что у меня коронавирус, точнее, я точно в этом не уверен, но в последние дни я себя чувствую очень паршиво. У меня температура за 38, ночами я перестал спать и чувствую себя действительно дерьмово. И при всем при этом я решил сегодня все-таки вам записать ролик. Эта история произошла со мной примерно неделю-полторы назад, и я хотел вам о ней рассказать, ну и вот сегодня, наконец, решился. Началось все с того, что у моей знакомой сломался iPhone. iPhone 7 Plus, который до этого вел себя хорошо, ему уже полтора года. Это отличный смартфон, который я всем могу рекомендовать, прям зашибенный. Про него скоро будет еще много обзоров. В один из дней у нее просто-напросто отказал динамик. Во время вызова ее перестало слышно быть, никакой реакции нет вообще на звонок, не работает микрофон, то есть в трубке абсолютная тишина. Что в этой ситуации делать? По сути, твой iPhone больше не телефон. Как им пользоваться можно? Я решил, что его нужно сносить в сервисный центр Apple, потому что даже если мы не будем рассчитывать на гарантийный ремонт, то как минимум сделаем ремонт у официалов. Это надежнее, это все-таки более верный метод, чем идти куда-то в метро, где тебе его ашот перепаяет, и он у тебя развалится опять. Как оказалось, у iPhone 7 Plus и у iPhone 7 есть довольно больное место, это аудиокодек. Такая маленькая-маленькая микросхемка, которая находится на плате, и именно это место подвергается удару больше всего, когда смартфон падает, когда вы его гнете, когда вы его стукаете. Именно туда приходится весь удар, и часто у 7 и у 7 Plus почему-то отказывал этот аудиокодек. Так случилось и в этом случае. Смартфон уже не новый, и по корпусу можно судить, что с ним не очень бережно обращались, потому что у него на многих торцах были мятины и сколы, и это означает, что Apple может вполне себе отказать в ремонте гарантийным. И я все равно решился его отнести. Отнес его в ремонт, спустя 2 недели мне поступает звонок, и говорят, что ваш телефон был отремонтирован путем замены запчасти или основной части, что-то такое. И в общем-то придите и заберите. Ну это уже не может не радовать, то есть бесплатный ремонт по гарантии у Apple через полтора года, когда все мы знаем, что обычно год гарантии, здесь полтора. И кто не знал, ребята, да, на все смартфоны Apple ровно 2 года гарантии вы можете рассчитывать, это просто шикарно. Но когда я пришел, меня ждала еще большая новость. Вместо старого убитого отремонтированного iPhone я получил вот это. Да, ребята, это новый iPhone 7 Plus в пленочках, это просто шикарно. Полтора года телефоном пользовались, роняли, убивали, гнули, мяли, и тут вам на новый смартфон, абсолютно новый в пленочках. И что не может не радовать, у него чистая гарантийная история, это означает, что у него целый год гарантии. Я, честно говоря, думал, что у него, скорее всего, продолжатся гарантии от старого iPhone. Но нет, ребята, год гарантии, представляете, то есть на замененное устройство год гарантии. Блин, Apple, это, конечно, просто что-то с чем-то. Я не описываю, Марат, что имею честь вообще пользоваться вашей техникой, потому что это действительно очень-очень качественная, крутая техника. И даже если где-то бывают какие-то проблемы, вы всегда идете навстречу, вы всегда исправляете эти ошибки и всегда делаете все для клиента. Потому что, ну, это неописуемо круто. Я уже сколько раз сталкивался с какими-то гарантийными случаями, и каждый раз Apple всегда делает так, чтобы я оставался доволен. Всегда делает все, чтобы клиент всегда оставался с положительными эмоциями. Это означает, что я и в следующий раз посоветую iPhone купить, и в следующий раз сам куплю iPhone, и в следующий раз пойду куплю себе MacBook, iPad и любую технику от Apple. Не просто потому, что она крутая, а потому, что она крутая, и сами Apple крутые, согласитесь. Ну, а теперь давайте переместимся на мой рабочий стол и посмотрим на то, что же мне выдали Apple поподробнее. Та-дам! Вот он, наш красавец. Я уже упаковал его в чехол и даже пленочку наклеил. Кстати, ребята, это для вас будет знак. Если вы когда-либо видите на одном из моих смартфонов пленочку на задней стороне, это значит, что я вообще очень сильно люблю этот гаджет. С 7+, у меня вообще теплые воспоминания, как практически с каждым iPhone, потому что в свое время, когда он вышел, это был первый смартфон с двумя камерами. Первый смартфон с портретным режимом. Кстати, пленочка тут со мной злую шутку и сыграла, я теперь сфокусироваться не могу. Первый смартфон был с портретным режимом и это просто было очень круто, потому что именно тогда я увлекся фотографией. Именно тогда меня стал интересовать этот момент с размытием фона, ровно то, что вы сейчас видите вот тут вот на камере. И я пытался всячески на своем 6s это сделать. Было очень коряво, я руками что-то там вырисовывал, выделал. Но 7+, дал нам возможность сделать крутые портреты, вообще практически не заморачиваясь. Блин, это классно. Как видите, смартфон действительно новый, он правда выключен, я уже включать его не буду. И если вы хотите, ребята, увидеть обзорчик на 7+, на вот такой вот прекрасный, крутой, пишите в комментариях. Я бы сделал о нем несколько видосов, пока у меня есть такая возможность, почему нет. Как по мне, смартфон все еще очень интересен. Да, его очень сложно сейчас купить, найти, но у меня он есть, и как бы это круто. Пишите в комментариях, какие видосы хотели бы увидеть. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok